Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Не придумал вступление, поэтому давай сразу к делу. Начнем с экономического календаря. На этой неделе есть три события, которые могут повлиять на финансовые рынки, и которые, в свою очередь, могут повлиять на биткоин и криптовалюту. Если мы посмотрим, что происходило сегодня, то увидим, что ничего. Зато завтра будет очень важное событие – Home Builders Index. Индекс рынка жилья Национальной ассоциации домостроителей. Этот индекс отображает то, насколько высокий спрос на новые дома на данный момент. В зависимости от этого спроса, низкий он, высокий, совпадает ли с прогнозом или нет, инвесторы могут делать выводы насчет того, насколько сильной является экономика. Но кроме этого, есть еще пара важных мероприятий на этой неделе. В четверг, 20 января, таких аж два. Во-первых, мы узнаем обновленный индекс продажи жилья на вторичном рынке недвижимости. Это тоже очень важно в свете того, что рынок недвижимости буквально взрывался в 2021 и был очень перегрет. Мы узнаем, до сих пор ли он такой или уже начался спад. Учитывая ситуацию с Evergrande в Китае, спад этого показателя может иметь последствия на рынке. Также в четверг нас ожидает обновление ситуации вокруг заявок на пособие по безработице. По этому показателю мы сможем оценить, как меняется рынок труда и увеличилось ли количество безработных. Как ты видишь, есть три события на этой неделе, которые могут повлиять на финансовые рынки. Если все эти показатели совпадут с прогнозируемыми значениями, ничего не случится. Но если хотя бы один из этих показателей окажется значительно ниже прогноза, можно ожидать большой волатильности на рынке. Особенно сейчас, когда трейдеры так гиперактивно на все реагируют. Также на этой неделе мы увидим отчеты о доходах финансовых компаний и банков. Эти отчеты тоже могут сильно повлиять на рынок. Это, например, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Interactive Brokers, Банк Нью-Йорка и так далее. А также такие компании, как Netflix, Union Pacific, American Airlines и другие крупные имена. Мы узнаем о том, как обстоят дела с их доходностью за четвертый квартал 2021-го. Но самое главное, мы узнаем их прогнозы на первый квартал 2022-го. Это особенно важно, учитывая инфляцию, о которой сейчас говорят все. Так что эта неделя оказывается действительно важной для финансовых рынков. Но кроме экономических событий, есть одна вещь, которая прямо коррелирует с биткоином. И это встреча американского конгресса 20 января 2022-го года. Она посвящена энергопотреблению биткоина и его влиянию на окружающую среду. Помнишь всю ту панику вокруг неэкологичности биткоина в 2021-м? Многие утверждали, что майнинг биткоина съедает больше энергии, чем некоторые страны, например, Нидерланды. Илон Маск распинался, как это плохо для климата и что биткоину нужно стать зеленее. Что ж, в Конгрессе США обсудят это все уже спустя 3 дня. И то, что они там скажут, тоже может уже прямо повлиять на биткоин. Майнеры в Китае до того, как их выдавили из страны, использовали электроэнергию, которая добывалась за счет угля, что не есть слишком чистым источником энергии. Но, перебираясь в Соединенные Штаты, майнеры начали выбирать альтернативные виды энергии. Более экологичные, зеленые и возобновляемые. Так что ситуация за последний год могла поменяться кардинально и, возможно, конгрессмены 20 января смогут даже сказать что-то позитивное насчет биткоина. Что, конечно же, будет очень хорошо для его цены. И если это будет так, то, возможно, Тесла даже вернет биткоин в качестве оплаты. Пока что цена биткоина находится в стагнации и болтается все в том же коридоре. И точно такая же история повторяется и с индексом страха и жадности, который находится на территории экстремального страха с ноября прошлого года. Очень-очень долго. Кажется, мы никогда не выберемся из экстремального страха. Но посмотри, вот здесь мы отскочили от самой нижней точки, около 10. Посмотри, что было вот здесь, с мая по июль 2021. Мы также отскакивали от 10, причем множество раз. Раз, два, три, четыре. Четыре раза мы от этой отметки отскакивали в то время. И на тот момент это было дном. Возможно, и сейчас мы уже отскочили от дна. Эти ситуации с мая по июль 2021 и сейчас очень сильно похожи. Посмотри, мы находились в этом коридоре, затем у нас был прострел вверх, падение. Здесь то же самое, коридор, прострел вверх, падение, отскок, от 10. Еще немного консолидация, последнее падение. И, наконец-таки, рост цены биткоина и вместе с ним индекса страха и жадности. Возможно, нас ожидает что-то похожее сейчас. Еще одна консолидация, еще одно падение и затем рост. Это легко увидеть, если наложить цену биткоина, вот она сверху, на индекс страха и жадности, вот он снизу. Мы видим, что когда индекс страха и жадности стагнировал на протяжении нескольких месяцев, цена биткоина находилась в состоянии консолидации. После периода этой консолидации начинался взрыв цены биткоина. И чем дольше индекс страха находился на территории экстремального страха, тем ближе был взрыв цены биткоина. Это может быть подтверждением этой теории, и я в нее верю. Выглядит так, будто мы уже совсем близко к этой развязке. Нужно быть просто терпеливее. И гораздо проще быть терпеливее, когда у тебя уже достаточно денег. А вот розница, обычно деньги нужны уже завтра. Поэтому их решения зачастую крайне хаотичны и никак не совместимы с терпением. И поэтому приводят к большим потерям на рынке. Хочу показать тебе это сравнение моделей цены в июле 2021 сверху и в январе 2022 снизу. Это модели накопления по Вайкоффу. Мы видим, что они не идентичны на 100%, но выглядят все равно очень похоже. Мы видим похожее движение цены биткоина здесь и здесь. Также похожее здесь и здесь. Даже падения были на 33% тогда и на 31% сейчас. Если мы продолжим двигаться по модели Вайкоффа, то мы видим, что нас может ожидать еще одно падение, как вот здесь. Если оно и будет, то приблизительно в конце января или начале февраля. После чего мы видим, что цена биткоина начала восстанавливаться и преодолела отметки, которые были до этого падения. То есть мы можем рассчитывать на восстановление цены биткоина до 65 тысяч долларов уже в феврале или марте. Это звучит логично, ведь крупные деньги манипулируют рынком не для того, чтобы дать тебе заработать, а чтобы вытряхнуть тебя из рынка. При этом накопить больше монет подешевле и затем заставить тебя купить их на большом-большом росте. Вот поэтому я говорю, что нужно накапливать биткоин на падающем рынке и просто иметь терпение подождать пару лет. И все, это же так просто. А закончить я хочу хорошими новостями для криптовалют метавселенной. Стало известно, что Walmart готовится зайти в метавселенную. Причем пытается делать это тихо, но зарегистрированные заявки на три торговых знака выдали его намерения. Мы видим одну заявку от Walmart на торговый знак, который связан с цифровой валютой или цифровым токеном для использования сообществом Walmart. Кроме этого, у них есть еще и вторая заявка на регистрацию торгового знака. Этот торговый знак связан с розничными цифровыми магазинами, где можно будет приобретать виртуальные товары, включая игрушки, дома, салоны, видеоигры, книги, музыку и так далее. Все это в виде виртуальных объектов, скорее всего NFT, собственный NFT Walmart. И, наконец, третий торговый знак – это доступные для скачивания программное обеспечение для работы с цифровой валютой, криптовалютой, блокчейн-активами, токенами и так далее. Просто вау! Мы долго ждали, когда Walmart начнет заниматься криптовалютой и зайдет в биткоин, а в итоге они не просто заходят в крипту, но создают собственное приложение, собственный кошелек, собственный блокчейн, собственный токен и собственный цифровой магазин. Они хотят полностью залетать в метавселенную со своими NFT, своими видеоиграми, своим виртуальным Walmart, своими виртуальными цифровыми товарами, криптоактивами и так далее. Я думаю, что это очень хорошие новости, в том числе и для игровых токенов. Если Walmart, к примеру, будет это делать в мире Decentraland Mana или Sandbox, эти монеты очень хорошо вырастут. Поэтому нужно за этим обязательно следить. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Благодаря твоей поддержке я выпускаю видео абсолютно каждый день. Подписывайся на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»